Мы с вами говорили на примере Иосифа о необходимости прощения и о том, каким образом происходит процесс прощения. И в последней проповеди мы рассмотрели четыре шага, которые необходимы для того, чтобы мы могли прощать других людей. Первые четыре мы повторим, и ещё четыре новых добавятся к этому процессу. Прощению необходимо учиться. Прощение требует много молитв, много сил, и не просто наших человеческих сил, а сил Духа Святого. И первое, что необходимо сделать, это признать наличие боли, рождённой в результате непрощения. Так, когда мы говорим о прощении, то подразумеваем боль, которую причинили нам в результате каких-то греховных действий или каких-то обидных действий. Мы иногда пытаемся игнорировать эту боль или стараться её не замечать. Мы рассмотрели эти на примере Иосифа. Помните, он хотел забыть, написано, весь дом отца своего. Но прошло 20 лет, ему всё равно пришлось встретиться со своими братьями. Некоторые люди, знаете, убегают друг от друга, убегают в другие страны, в другие штаты, в другие церкви, но это не поможет. Вот. Бог сделает так, что с проблемой внутренней боли, вызванной непрощением, нам всё равно придётся встретиться. Почему? Потому что Бог любит нас, и не хочет, чтобы в таком состоянии мы всегда оставались. Вывод из этой истории следующий. Необходимо признать наличие боли, наличие боли непрощения, исповедать её, а не загонять её куда-то подальше, потому что это только усугубит эту проблему, рано или поздно мы с ней встретимся. Мы говорили об этом. Следующий шаг – начните молиться об обидчике. Молитва за обидчиков – это второй шаг, который необходимо сделать после признания боли. Когда мы исповедуем эту боль, она больше не прячется, мы её как бы выводим на открытое место. И тогда у нас возникает вопрос, как её удалить, как от неё избавиться. Этим самым мы признаём свою беспомощность, обращаемся к Богу с просьбой о том, чтобы Он помог нам. В Библии есть прямое повеление, чтобы мы молились за тех, кто нас обидел. Христос сказал, вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молитва, она смягчает наше сердце, она делает наше сердце более снисходительным, ведь мы не будем забывать, что Бог нас прощает каждый день. Каждый день мы согрешаем, и Бог нас прощает каждый день. Молясь за другого человека, мы хотим ему помочь увидеть себя. Мы не соглашаемся с его грехом, но мы проявляем любовь к его бессмертной душе. Молясь, мы думаем об обидчике, как о человеке, который нуждается в прощении, который нуждается в покаянии. Христос показал нам пример, когда Он молился за своих палачей, хотя Он не одобрял их действия, Он говорил, отче, простим, потому что они не знают, что делают. У нас нету сил для того, чтобы прощать других людей, вот просто человеческих сил. Поэтому нам необходимо получать эту силу от Бога в молитве. Молитва, она изменяет наше сердце. Изменяет наше сердце и взгляд на того человека, на которого мы смотрим, как на обидчика. Он уже не становится таким врагом злостным. Мы смотрим на Него, что Он такой же грешник, как и мы, которые нуждаются в Божьей милости. Христос повелел нам молиться за обидчиков. Это значит, мы должны это делать, независимо от того, что мы чувствуем, как мы думаем. Мы должны молиться и желать человеку добра, а не зла, и молиться за него. Следующий шаг – это принять решение простить обидчика. Помните, молитва «Отче наш» напоминает нам об этом. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Непрощение, оно ложится на сердце человека таким, знаете, тяжелым бременем. Оно возбуждает человека, раздражает его, приводит его в чувство гнева, ярости, постоянного ропота, недовольства. А великое приобретение, помните, что? Быть благочестим и довольным. Можно носить эту боль в своем сердце всю жизнь, или же можно освободиться от нее. Это наше решение. Прощение во многом, внимательно, прощение во многом зависит не от наших чувств, а от решения нашей воли. Если идти на поводу наших чувств, то наше сердце всегда будет вызывать у нас чувство саможалости к себе. Вот как меня обидели, какие же они такие негодяи, да, а меня обидели. И всегда чувство негодования в отношении нашего обидчика. Если мы по-настоящему осознали свою греховность и безысходность своего положения перед Богом, потом пришли к Нему и получили прощение, то этот опыт поможет и нам прощать других людей. Апостол Павел писал верующим. «Всякое раздражение, ярости, гневы, крик и злоречия со всякую злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Кому это он писал, братья и сестры? Верующим. Верующим он писал это. «Да будут удалены вот это раздражение, ярость и гнев, и злоречия со всякую злобою. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Бог простил нас ради жертвы Христа, ради Христа. И нам тоже необходимо прощать ради Христа. И не идти на поводу своего сердца. Силу прощать мы не получаем автоматически, поэтому нужно просить об этом Бога. И нужно все время осознавать свою собственную греховность перед Богом, вот эту остаточную греховность, которая есть в нас. Помните, Христос говорил об этом, о нашей обязанности прощать в притче о должниках. Один из них задолжал царю такую астрономическую сумму, которая просто приведена – 10 тысяч талантов. Почему написано 10 тысяч талантов? Почему не написано миллион? Потому что в то время 10 тысяч – это была, как говорится, наивысшая сумма, наивысшая цифра, которая употреблялась в обиходе. Поэтому вы часто очень можете встретить это в Писании. Вот именно тысячи, десятки тысяч, а миллионы нигде не встречается. И вот господин, который призвал этого раба, который должен был такую огромную сумму, он призывает его и говорит ему, ты не можешь выплатить это, поэтому я продаю тебя, твою жену, твоих детей в рабство. А тот вдруг падает перед царем и говорит, пожалуйста, прости меня, умоляю тебя. И царь думает, ну что с него взять? Все равно он никогда это не отдаст. Он говорит, хорошо, я тебя прощаю. Вот он такой счастливый, с чувством такого облегчения, выходит на улицу, идет и вдруг встречает человека, который должен был ему 100 динариев. Ну по сравнению с 10 тысяч талантов, это вообще мелочь карманная. Он его хватает и говорит, отдай мне деньги. Он говорит, ну подожди, помилуй меня. Написано, он начинает душить его. Не просто так, а душит его. Говорит, отдай мне деньги, отдай 100 динариев. А тот говорит, ну подожди, ну помилуй меня. Нет. И он идет к судье, бросает его в тюрьму и говорит, вот пока не отдашь деньги. А какой толк он же из тюрьмы? Все равно не отдаст. И садит его в тюрьму. Государь узнает об этом. Государь узнает это. И тогда государь его призывает. Посмотрите, как написано в английском. Он вызывает его, как на суд. Он не просто приглашает его. Он вызывает его, как это... Приходит такая бумага людям некоторым. И там написано это слово английское. Это обязанность ваша явиться в суд. Это не просто пожелание, это приказ. Он призывает его и говорит ему, злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища того, как и я помиловал тебя. Смотрите, коренное слово – надлежало. Ты должен был это сделать. Это долг, ты обязан был это сделать. Это говорит Христос притчу. Царь, он в гневе, он разгневан за эту проявленную жестокость. Он задает уничтожающий его вопрос. Не надлежало ли тебе помиловать товарища того, как я помиловал тебя. Слово «надлежало» указывает на необходимость, на обязанность, на нравственный долг. Здесь есть прямая связь. Раз я простил тебе огромный долг, то и ты должен был, ты обязан, это твой нравственный долг – простить того человека, раз я простил тебя. Очень часто люди оправдываются тем, что они не могут простить других людей, потому что, ну уж слишком он сильно против меня согрешил. Немало ситуаций, когда люди действительно совершают мерзкие, отвратительные грехи против нас или же против наших детей. Поэтому человек думает в себе, ну как я могу его простить? Такое не прощается. Мы сравним его согрешение с кем-то другим, но Бог призывает сравнивать его согрешение со своей святостью. В глазах Бога мы грешники, достойные ада. Но Он помиловал нас ради Христа. И Он говорит, и вы должны тоже прощать, независимо от того, каким бы грехом против вас не согрешили, вы обязаны прощать других людей. Это серьезная ответственность, которую возлагает на нас Бог. И это не вопрос, прощать мне или не прощать. Это требование нашего государя. Посмотрите, 34 стих. «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, то есть мучителям, посмотри в английском, торчурс, пока не отдаст ему всего долга. И вывод. Так и Отец мой Небесный поступит с вами или с нами, он так поступит, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его. «Наше непрощение вызывает Божий гнев». Почему? Потому что непрощение – это грех. Непрощение – это грех. А всякий грех вызывает гнев у святого и праведного Бога. Слова Христа говорят о том, что Он будет наказывать нас. Он отдал его истязателям. Он наказывает нас до тех пор, вызывает нас чувство вины, обличая нас до тех пор, пока мы не поймем, что нам необходимо простить этого человека. Знаете, мы не прощаем, мы помещаем себя в тюрьму. Помните, что Христос сказал? «Не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». То есть, пока ты не осознаешь свое полное духовное банкротство. Вот это всю жизнь доказывал, 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 а потом поймешь, что это разрушило и твое здоровье, и твою жизнь, и твое окружение. Возможно, Он будет допускать для нас какие-то неприятные обстоятельства, которые подобным учителям будут приводить нас в состояние душевного смятения. Бог будет методичной и последовательной, если мы Его дети, работать с нами, пока мы не отдадим весь долг, тут написано, весь долг. Этим долгом является наше искреннее прощение. Мы должны прощать других людей. Бог обязывает нас это делать. Прощение также предусматривает отказ от мщения или любой формы воздаяния. Прощение необходимо, значит, признать наличие боли, необходимо молиться об обидчике, принять решение простить обидчика. Четвертый шаг – нужно отказаться от мщения, нужно предать Богу вот эту ситуацию, этого человека, потому что Он является гарантом справедливости, а не мы. Это очень важный момент, потому что, когда нас обижают, у нас вся наша внутренность, она вопиет о справедливости. Мы хотим справедливости. Но Слово Божие говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, не ты, а Он. И выведет как свет правду твою, твою праведность, и справедливость твою, как полдень. То есть в этой ситуации не пытайся решить проблему своими собственными человеческими какими-то способами. Отдай это Богу, твою праведность и твою справедливость. Не борись за Него. Далее седьмой стих. Покорись Господу, потому что мы хотим Господу, я сейчас с Ним разберусь. А Бог говорит, отойди из сторону, дай мне разобраться. Покорись Господу, надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своему человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Когда у нас возникает вот эта боль, то может возникнуть желание отомстить, но Писание прямо и конкретно говорит нам много раз, много мест. Ветхий завет, Новый завет говорит о том, что мы не должны этого делать. Вот римлянам Павел пишет. Никому, никому это что значит, братья и сестры? Это значит никому. Никому не воздавайте злом за зло, но старайтесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. То есть не пытайтесь сами восстановить эту справедливость, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне мчение, я воздам, говорит Господь. Павел предупреждает христиан, чтобы они не брали правосудие в свои руки, стремились к миру, не мстили за себя. Бог обещает свое воздаяние, и он лично подписывается и говорит, мне мчение, я Господь. Не ты Господь, а я Господь. Это я буду воздавать. Я знаю как, я знаю кому, отдай мне это мчение. Помните, у Давида был случай, когда один богатый фермер по имени Навал, он оскорбил людей, которых послал к нему Давид, обозвал Давида и этим самым возбудил такое негодование в сердце Давида. Он берет людей, идет туда, думает, ну все, сейчас я с ним разберусь. Его встречает жена Навала, очень умная женщина, встречает, она начинает ему уговаривать и объяснять ему ситуацию. И Давид, знаете, успокаивается, проходит 10 дней, и Навал умирает. Посмотрите. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, благословен Господь, воздавший за посоровление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. Посмотрите, Бог удерживает его от мчения, и прошло буквально 10 дней, и Бог дает это воздаяние. И Он говорит, благословен Бог, меня удержал от мчения, а Сам Он это сделал. Братья и сестры, иногда нужно ждать годы, а иногда этого не случится здесь на земле. Может быть, этого и не надо ждать. Нам главное отдать это в Божьи руки. Самое главное, когда мы понимаем, что Бог является Господином. Соломон говорит об этом. Не говори, я отплачу за зло. Предоставь Господу, и Он сохранит тебя. Когда христиане пытаются, знаете, какими-то человеческими методами кому-то мстить, а мы, верующие люди, знаете, находим такие методы, то они очень часто попадают в самые неловкие ситуации. Но когда мы отдаем это в руки Господа, Он сохранит нас от неправильных действий и поступков. Следующим этапом в процессе прощения, хотя эти шаги не всегда являются вот таким, именно в такой последовательности, является контроль над нашими мыслями. Не думайте с горечью об этом обидчике, об этом человеке. Не фокусируйте свое внимание на обиде. Думайте о Боге. Думайте о том, что Бог дал вам силы для прощения. Когда нас обидели, что обычно мы начинаем делать? Мы начинаем прокручивать у себя в голове эту ситуацию. Раз, и два, и три. Мы стараемся уточнить какие-то детали, вспомнить, как это произошло. Нас волнует даже, а как Он сказал? А что Он сказал? А каким тоном она или они это говорили и так далее? А сколько Он мне задолжал? Насколько Он меня обманул? Какая это была сумма? Я же зарабатывал эти деньги! Он просто взял и обманул меня. Ну, как Он мог это сделать? Это можно сравнить, знаете, с чем? С костром, который мы потихонечку, знаете, подбрасываем туда эти дрова. Если постоянно туда подбрасывать эти дрова в наших мыслях, это может превратиться в вечный огонь. Он никогда не потухнет. Мы склонны осуждать других людей, поступающих неправильно, но по отношению к нам, Христос сказал, «Не судите, да несудимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будут мерить». Слово «судить» здесь означает рассуждать, полагать, решать, делать вывод, приводить к заключению, судить, производить суд, осуждать, обвинять. Все эти процессы чаще всего происходят у нас в голове. Мы рассуждаем, делаем заключение, принимаем решение, мысленно обвиняем человека и выносим ему приговор. Это не значит, что мы вообще не имеем права рассуждать. Библия дает нам... Именно этот текст дает нам это право. Церкви дано право решать вопросы, дисциплинировать других членов. Но когда нас обидели, не стоит зацикливаться на обидчике и выносить ему мысленно суд в своем сердце. В такой ситуации нужно перевести свой фокус человека на Бога, как на праведного судью. Об этом верующим писал и апостол Иаков. Не злословьте друг друга, братья. Опять, кто? Братья. Сестры тоже. Братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могучий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? То есть нам не дано право выносить приговор к какому-то человеку. Он говорит, тебе не дано. Есть законодатель и судья. Следующее. Шестое. Не передавайте боль вашей обиды другим людям. Когда мы думаем или вспоминаем с горечью о человеке, который нас обидел, это свидетельствует о том, что мы его не простили. Вы со мной или нет? Когда мы думаем и вспоминаем о той ситуации, которая произошла в нашей жизни, и у нас в сердце возникает горечь, это говорит о том, что мы не простили этого человека. Это признак непрощения. Есть еще один признак непрощения. Когда мы напоминаем человеку об этом, проходит время какая-то, какая-то ситуация, и потом какая-то возникает. Вот ты помнишь? А ты помнишь? А ты вот, ты что, забыл? Да, вот тогда ты это сделал и так далее. Мы как бы, ситуация все нормально, проходит год-два, а потом только раз, какой-то момент, какой-то разговор. Где-то что-то накалилось, и человек опять ему раз и напоминает. Проходит еще два-три года, он опять напоминает. Это свидетельствует того, что в сердце притаилась горечь непрощения. Есть еще один признак непрощения, когда мы постоянно делимся своей горечью с другими людьми. Какой же я хороший человек, этим самым я хочу сказать. И какие они негодяи! Или он, или она, или так далее. О такой опасности предупреждал своего сына Соломон. Притча 25-23. Сильный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Закачивание своей проблемы в чужие уши производит круг недовольных людей, сторонников, которые тоже становятся недовольными. И этот порочный круг расширяется. Люди стремятся поделиться своим внутренним напряжением не с Богом, а с другими людьми. И таким образом они передают горечь непрощения другим людям, заражая их своей горечью. И очень часто при такой передаче что-то искажается и так далее и тому подобное. Пророк Исаия писал об этом. «А нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». То есть человек выносит из своего сердца, как Христос сказал, то, что он имеет в своем сердце. Вы, наверное, слышали такой пример, когда один христианин купил дом, поселился с соседом, и говорят, вот этот сосед, он такой злой, такой, он говорит, ну, ничего. Прожили какое-то время, утром одна же просыпается, открывает дверь, а там стоит ведро. Самым неприятным, что только есть. Полное ведро. Он спрашивает сына. «Сыночек, ну что мы будем делать?» Взял это ведро, пошел, вылил на огород, помыл его, набрал полное яблок и понес, отнес соседу. А сын спрашивает. «Папа, а зачем ты так сделал? Нам принесли ведро дерьма, а ты ведро яблок набрал». Он говорит, сыночек, кто что имеет, тот тем и делится. Когда у человека нет внутреннего мира и прощения к другим, он будет как море взволнованное, которое выносит что, братья и сестры? Ил и грязь. Стоит только немножко заштормить в жизни такого человека, как выносится опять старое на поверхность. Он выносит то, что есть в его сердце. Об этом сказано послание к евреям, хотя конкретно об этом там не говорится. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой не увидит Господа». Никто не увидит Господа. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возник, но не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Библия призывает нас стремиться к миру и святости. Без прощения не может быть ни одного, ни другого. Ни мира, ни святости без прощения не может быть. Если мы не прощаем, то мы не имеем мира в своем сердце. Как бы мы этого не отрицали? Как бы мы не оправдывали себя? Как бы мы не показывали себя? У меня все нормально. Возрожденный христианин, он не может не прощать. Рано или поздно он простит человека, причинившему ему боль, потому что Дух Святой не даст ему покоя до тех пор, пока он не простит. Для невозрожденного человека – это нормальное состояние. Не прощать – это нормальное состояние. Наоборот, он даже лелеет в своем сердце – это не прощение, знаете, как какой-то способ отомстить своему обидчику. Горький корень в данном тексте говорит о лжеучении, о людях, которые распространяют лжеучение. Но оно может относиться также к тем людям, которые распространяют горечь своего огорченного сердца. К правильному поведению в случае огорчения или обиды призывают верующих и апостол Петр. Он говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте. Что значит благословлять, братья и сестры? Не только желать, даже говорить доброе. Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть делитесь тем, что вы имеете. Вы имеете благословение? Делитесь этим благословением. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удержив язык свой от зла и устасывай от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира, стремись к нему. Благословлять – это значит говорить хорошей человеке, не желать ему зла. Мы призваны Богом, чтобы получить через Христа незаслуженную благодать, благословение. И этим благословением необходимо делиться с другими. Если мы прощаем других, то мы получаем дополнительное благословение от Бога. Почему? Мы подражаем Богу. Когда мы говорили об Иосифе, помните, его встреча с братьями, она обрадовала фараона. Мы говорили об этом, я еще раз напомню. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. Этот факт говорит о том, что Иосиф никогда не рассказывал ни фараону, ни его слугам, что в рабство его продали его собственные братья. Потому что если бы фараон или его снуги знали, что братья его продали, а теперь братья пришли, они бы сказали, о-о! А тут они обрадовались. Это удивительный факт, братья и сестры. Иосиф носил в себе эту тайну 22 года, и никто не знал об этом. Только однажды, помните, когда он сидел в тюрьме, он поделился немножко так, знаете, с виночерпием. Он сказал, я украден из земли евреев, и больше ничего. Если бы сегодня Иосиф в наше время имел такую ситуацию, он был героем всех новостных лент, он был бы героем всех ток-шоу, везде бы его приглашали, везде говорили. Иосиф 22 года никому об этом не говорил. К сожалению, многие христиане используют сплетни, разговоры для того, чтобы бросить тень на другого человека. Чаще всего под этот огонь критики попадают служители церкви. И вместо того, чтобы их поддерживать, вносится немалая лепта в дело разрушения Божьей церкви. Для того, чтобы этого не было, необходимо покаяться в этом грехе, не искать виноватых в своем непрощении. Когда человек в непрощении, это серьезный грех. И он всегда будет указывать на кого-то, что кто-то виноват в этом. Так было с Адамом, так было с Евой, так было с Каином, так было с Саулом и многими другими библейскими персонажами. Ведь ничего нет нового под небом. Мы знаем, что для них были виновными Бог, жена, змей, народ, но только не они сами. Реакция на обличение от Бога у них была тоже разная. Адам и Ева покаялись, Каин и Саул так никогда и не покаялись. Поэтому, если в нашем сердце есть непрощение, не откладывайте это на потом. Кайтесь, просите Бога, ясно показать вам эту проблему, освободиться от нее раз и навсегда и не заражать других людей этой горечью. Следующим этапом в процессе прощения является необходимость сделать нашему обидчику доброе дело. Христос сказал об этом на горной проповеди. Он говорит, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас. Благословлять – это значит желать добра. То есть добра тем, кто вас проклинает. Я уже рассказывал как-то эту историю в моей жизни, когда мою первую работу я получил в девяностом году, в девяносто первом году в Америке. Мне попался такой супервайзи, который просто меня ненавидел. Реально. Он брал телефон, по которому нас вызывали, мы были в обслуживающем персонале, хватал его, бросал об стену, он разбивался, он кричал, «I hate Russians!» Я ненавижу русских! Я думал, ну зачем он? Бог допустил этого человека, посадил мне его на голову. Зачем? Молился об этом. Каждую пятницу думал, что меня уволят. Прошло некоторое время, и я старался быть добрым с ним, не отвечал ему ничем и так далее. Его перевели в супервайзеру, уже он стал просто электриком какое-то время. И вот однажды в субботу он меня приглашает и говорит, «Я хочу с тобой встретиться». Мы встретились с ним в ресторане, вот, мы кушаем вместе с ним, он сидит и говорит, «Геннадий», он по-английски говорит, «У меня нет на земле более близкого человека, чем ты. Я хочу поделиться той болью, которая в моей жизни. Что мне делать дальше?» Я помню, я стал ему давать советы, наставления. Бог сохранил этот брак, и сегодня он уже в этом браке имеет внуков. Именно с той проблемой он тогда ко мне прошел. Не отвечайте злом, сделайте добро человеку, благословляйте его. Слово «благотворить» означает сделать что-нибудь доброе тому, кто нас ненавидит. Христос, помните, молился за своих палачей, то есть он не мог буквально им сделать добро, вот как-то, но он молился, он не желал им зла, он беспокоился за их души. Более того, он умирал за их грехи. Это пример говорит нам о том, что нет такого греха, который бы мы имели право не прощать. Посмотрите на Христа. Он желал добра тем людям, которые коварно, предательски его предали, сделали это. Если святого Божьего Сына предали на самые жестокие мучения, которые только можно вообразить, а он молился за своих палачей, тем более нам, братья и сестры, необходимо желать блага тем, кто нас обидел. Мне приходилось в своей жизни выслушивать разные истории от людей, которые возмущают своей коварностью, своей неправедностью, но пример Христа показывает нам, что мы все равно должны прощать даже самых нечестивых людей в наших глазах. Посмотрите, этот принцип добродетели-врагу был заложен даже в Ветхом Завете. Исход 23.4. Если найдешь вала врага твоего или осла его заблудившегося, то что сделай? Так ему и надо, скажи. Ничего подобного. Приведи его к нему. Встретил осла, вала, и думаешь, вот как раз, Господи, ты так послал. Вот хоть чем-то ему досадить. Если увидишь осла врага твоего, упавшего под ношу свою, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Это же врага, это же не друг какой-то, не сосед, а враг твой. Казалось бы, появилась возможность хоть как-то отомстить. Но Бог повелевает. Отведи его, отведи его к твоему врагу, возьми и приведи. Слушай, это твой осел, он заблудился, забери назад. Апостол Павел цитирует похожее повеление Бога, данное нам через Соломона в Новом Завете с небольшим добавлением. Римлянам 12, 20. «И так, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящий в голе. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». То есть, это не пассивная позиция, братья и сестры, это активная позиция. Это позиция победителя. Не тот, кто выступает в роли жертвы. Нет, я буду победителем в этой ситуации. Богословы говорят, что эта цитата указывает на один обычай. В Древнем Египте, если человек желал совершить публичное покаяние, он нес по улице на голове сосуд, с горящими углями. Угли отображали жгучую боль его стыда и вины. Когда верующие помогают своим врагам с чувством любви вместо мести, то это может принести людям сожаление за их враждебность. Когда мы делаем добро, то фактически мы выходим навстречу проблеме. Мы побеждаем зло, а не сидим в окопах. Во всех этих шагах нам необходимо думать о Евангелии и применять его в нашей повседневной жизни. Когда мы осознаем, что мы незаслуженно прощены Богом, и мы приняты его семью незаслуженно, то это помогает нам прощать и других людей. Важно также не быть придирчивым к словам других людей или же к поступкам других людей. Об этом сказано в книге Экклесиаста 7,16. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя? Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебя, раба твоего, когда он злословит тебя, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Посмотрите, Писание говорит. Ну, не будь слишком придирчивым. А вот он так сказал, а вот он так делал и так далее. И там неизвестно, сказал, не сказал, или же, будь может, даже и это что, передали не так. Не заостряй на этом свое внимание. Почему? Да это же мой раб, да и он злословит, да я имею право, все. Даже раба не подслушаю. Почему? Потому что мы очень часто требуем от людей того, чего сами не имеем. Он говорит, вспомни, что и ты тоже когда-то делал то же самое. Знаете, я ловлю себя на мысли, вот этот текст меня всегда обличает, когда я еду по дороге. Вот еду спокойно, и вдруг кто-то так, знаете, так едешь на скорости, и вдруг кто-то так спокойно, как девчонки не бывало, выезжает перед тобой, и тебе нужно резко тормозить. И этот текст я всегда вспоминаю. Вспомни, что и ты когда-то у тебя была такая ситуация. Не так давно как-то я подъезжал к светофору, уже у меня зеленый свет, а кто-то так спокойно на красный проезжает. Я вспоминаю, у меня тоже так было когда-то. Тоже такое было. Заговорился по телефону, и так спокойно так, и так посмотрел, потом нас пропускают, оказывается. Вспомни, что и ты тоже делал это. Когда речь идет о нас, то мы просим милости. Когда о других, то применяем строгость. Это совсем не означает, что в церкви не должно быть дисциплины. Но это означает, что мы должны быть внимательными к своему сердцу, и не застрять внимание на тех вещах, которые можно просто простить. И будет решена проблема. Последнее, и самое главное, что необходимо делать в процессе прощения, это подражать Христу. Прощение – это подражание Христу. Необходимо помнить, что прощая других, мы этим самым уподобляемся Христу. Братья и сестры, это самая главная цель нашей жизни. Помните Римлянам 8,29? Да? Чтобы мы были подобны Его образу, образу Сына. Это то, что Бог желает достичь в нашей жизни. Филиппийцам 2,1 написано, «Если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то рада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны». В нашей жизни бывает много ситуаций, когда можно обидеться или обидеть кого-то, но Бог призывает нас смиряться, проявлять любовь, милосердие, сострадательность. Мы любим других людей не потому, что они этого заслужили, но потому, что они, как и мы, незаслуженно прощены и приняты Христом в Его семью, в церковь. Поэтому тут сказано, имейте ту же любовь, ту же самую жертвенную любовь, которую Христос проявил к нам. Такое состояние духа приводит нас к единомыслию, единодушию в церкви. А желание доказать свою правоту и доказывать всю жизнь, я ее буду, быть может, приводит к раздору. Поэтому Павел продолжает третий стих. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрению один почитайте один другого в высшем себя, не о себе только каждый заботится, но каждый о других, ибо вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Слово любопрение буквально означает раздор, ссора, распри, интрига, честолюбие, соперничество, сварливость. Такое поведение христиан не приводит к миру, но к желанию поспорить, доказать, я правее тебя. Чеславие – это тщетная, напрасная слава, за которой гоняется сегодня весь мир. Братья и сестры, единственный, кто достоин славы – это только наш Господь Иисус Христос. Но Он, написано, смирил себя. Он ограничил свои возможности. Он стал рабом, будучи на земле. Поэтому нужно смотреть на Христа и подражать Ему. Об этом говорит шестой стих. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение, быть равным Богу, потому что Он был Бог, даже во плоти человека. Он имел этот потенциал, но Он его не проявлял. Вот это тот самый Бог, который создал галактики, огромные миры, вдруг стал человеком. И эту силу и мощь Он ее не проявлял. Он смирил себя, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. До конца, когда Ему было больно, когда грех всего мира обрушился на Него, Он все-таки проявлял это послушание. У нас как бывает? Бывает, человека слегка заденут, Он сразу же проявляет большое возмущение, Он негодует. Христос же был Богом, но смирил себя и стал рабом, стал человеком. Он не возмущался, когда Его обзывали, Он не возмущался, когда на Него плевали, били, унижали, забивали гвозди в Его руки и ноги. И Петр это хорошо помнил. Поэтому он писал верующим, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая, как, братья и сестры, несправедливо, то есть проявили вопиющую несправедливость. Богу угодно, когда мы страдаем и переносим, перенести, это значит взять и нести, а не сбрашивать, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Нарушили, вас оштрафовали. Какая похвала? Но если делая добро и страдая, терпите, терпите именно, это угодно Богу. Посмотрите, в этом тексте два раза повторяется одна фраза. Какая? Смотрите внимательно. Угодно Богу. Совершенно верно. Это угодно Богу, братья и сестры. Это угодно Богу, чтобы мы не бились. Вот он какой, вот она какая. Несите. Помните, Павел говорит, не лучше ли вам быть обиженными? Куда вы пошли? В суд мирской? Для того, чтобы судить брата? Вы в своем уме или нет? Павел спрашивает их. Мы любим справедливость. Если к нам ее не проявляет, у нас вызывает это гнев негодование. Богу угодно. Если мы в таком случае не возмущаемся, а переносим эти скорби с терпением, без ропота и недовольства, мы думаем о Боге, мы доверяем Богу нашу жизнь, мы понимаем, что Он Господь, Он всем контролирует, и это помогает нам переносить скорби, а не отвечать враждебностью или противлением. Павел продолжает. Петр, я извиняюсь. Ибо вы к тому призваны, вы призваны, потому что и Христос пострадал за нас. Как Он пострадал? Справедливо или нет? Нет. Оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его, будучи злосоем, Он не злосоем взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи и праведному. Он отдал это судьи и праведным, страдал несправедливо, Он не обзывал тех людей, которые обзывали Его, Он не отвечал им злословием, Он даже в сердце своем не имел к ним зла. Ну, хотя бы в уме подумал, ну, подождите, я вам натомщу, ну, подождите, я явлюсь во славу. Ничего подобного. Он молился за своих палачей. Мы призваны, братья и сестры, Христов, не только ко спасению, но и к подражанию Христу в нашей практической жизни. И где, вот в прощении мы можем как раз и проявить это подражание. Он оставил нам пример, пример терпения, смирения, послушания. Офицер римской армии, который стоял, это его работа была, они казнили людей, он видел, как люди страдают, он видел, как люди обзывают, кричат, как они проклинают других людей, как это делали и разбойники сначала, которые были рядом со Христом. Он смотрел на все, что происходит, и помните, какой он сделал вывод? Истинно, человек этот был Сын Божий. Христос отдавал суд Божьей руки, и Он призывает нас делать то же самое в нашей жизни. Будем помнить, братья и сестры, что прощение – это наше духовное и физическое здоровье. Будем помнить, что прощение – это наша духовная свобода, а непрощение – это заключение себя, добровольное при том заключение, в темницу. Христос сказал, ты не выйдешь оттуда, пока ты полностью не банкротишься. То есть, духовно не измучайся до такой степени, что уже не рад будешь своему непрощению. Сколько раз мы говорили об этом на группах, и сколько раз человек говорит, он меня обидел, а я иду и прошу прощения за то, что я не простил брата или сестру. И с моего сердца скатывается эта огромная вот эта тяжесть. Братья и сестры, прощение иногда нужно нам самим, а не тому человеку, который нас обидел, для того, чтобы освободить нас от этой тяжести. И кто, как не Христос, является добрым примером для нас? Сегодня, в этот день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, мы вспоминаем Его голговскую жертву, посмотрите глубоко в свое сердце. Может быть, где-то у вас там в уголке есть вот эта затаенная боль, неприязнь к брату или сестре, для того, чтобы вы сегодня и в последующие дни жизни могли свободно протягивать руку, не оправдывать себя чем-то, а именно поставить это на Божий суд и сказать, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое, и зри не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Братья и сестры, путь вечный, это путь прощения, это путь свободы в нашем сердце, это путь отпущения против того человека, который согрешил против нас. Давайте обратимся к Богу в наших молитвах и будем просить о том, чтобы Бог дал нам эту милость, дал нам эту милость осознать это, понять, не оправдывать себя, прощать тех людей, которые когда-то, быть может, обидели нас. А ему да будет слава. Аминь. Помолимся. Господь, мы к Тебе обращаемся во имя Твоего Сына Иисуса Христа, и мы благодарны Тебе за то, что Ты умер за наши грехи, за то, что Ты незаслуженно, Господи, простил нас, за то, что Ты дал нам свою незаслуженную благодать, которая проявилась в том, что Ты не вспоминаешь наши грехи, и Ты прощаешь их и не напоминаешь нам, потому что Твоя милость, она обновляется для нас каждое утро. Каждое утро, Господи, мы начинаем с чистого листа, как будто мы никогда не грешили, ничего не делали. Это Твоя благодать, Господи, это Твоя жертва, это Твоя кровь, которая очистила, омыла нас и оправдала. Господи, мы стоим перед Тобой и мы просим о том, чтобы Ты помог нам, помог нам, помог тем людям, которые, быть может, носят вот эту боль, обиды или огорчения в своем сердце годами или же десятилетиями. Помоги, Господи, освободиться от этого, глядя на Тебя, у Тебя есть эта сила. Помоги нам прощать, так же, как и Ты простил нас в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы это все просим для Твоей славы. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.